Кем я хочу стать? Раскрывая тему сочинения, советские школьники писали о таких профессиях, как учитель, врач, повар, но больше всего было желающих стать космонавтами. Однако ученик Вася Конопляник имел на этот счет свое мнение. Он написал, что хочет стать клоуном. Просто ясно, не вызов родителей к директору, ни уговоры учителей не могли переменить его решение. Переписывать ничего не буду, все равно стану клоуном. И стал. Более 20 лет своей жизни Василий Конопляник посвятил работе в московском цирке на сцене. Цирк стал не только его вторым домом. Он прочно вошел в семью нашего героя в виде необыкновенной коллекции клоунов. А на днях уникальная экспозиция перекочевала на новое место жительства, рассказывает Татьяна Акимова. На днях количество жителей поселка совхоза имени Ленина увеличилось примерно на полторы тысячи. Новые квартиранты появились в доме культуры поселка и заняли фойе первого этажа. Необычные и необыкновенные жильцы перебрались в подмосковный поселок из квартиры коллекционера, а по призванию клоуна Василия Конопляника. Началось все 20 лет назад вот с этого клоуна. Игрушку Василию Коноплянику подарил его хороший друг Юрий Батурин. Подарок был сделан на день рождения. Постепенно коллекция расширялась, появлялись новые экспонаты. Их дарили друзья, знакомые. Да и сам Василий не мог удержаться от покупки новых клоунов. Причем это могли быть самые разные варианты. Фарфоровые статуэтки, детские игрушки, украшения, посуды с изображением клоунов, марионетки или картины. Все везут из-за границы вот такие чемоданы шмоток. Я везу вот чемоданы клоунов, понимаете. И у меня даже друзья там немцы, их Дитмар может услышать меня. Он говорит, я не понимаю, зачем ты это покупаешь. Я говорю, Дитмар, мне нравится. Я вот тащил все вот клоунов. И вот так коллекция росла, росла. И наконец-то она начала выживать нас из квартиры. У нас уже все висели, все потолки там все. Среди всех этих клоунов нашлось место и супружеской чете. Эти две фигуры, мальчик и девочка, сделаны с фотографией Василия и его жены Инги. Такой необычный подарок преподнесли семейной паре на серебряную свадьбу друзья. Причем, что интересно, художница угадала сценический грим Василия. И вот эти вот две куклы, они вот так вот у нас прижились, совершенно потрясающие. После этого сделали вдруг, совершенно случайно, в каком-то магазине мы увидели открытки вот с этой куклой. Мы выпустили целый тираж открыток именно с вот такой вот куклой Василия. Решение о том, что пришла пора выселять клоунов из дома, далось нелегко. Расставаться с любимцами, а они стали родными и Василию, и Инге, было тяжело. Два года ушло на поиски места для нового просторного дома для питомцев. Было предложение открыть музей аж в Санкт-Петербурге. Но в самый последний момент появилась идея организовать постоянную выставку клоунов в Доме культуры поселка Совхоз имени Ленина. Мы давно искали какой-то вот такой музей, который бы плавно вписался в нашу концепцию развития Дворца культуры. И, как вы знаете, у нас в Дворце культуры действует цирковой кружок. Открытие необычного, можно даже сказать, уникального для области музея клоунов решено было приурочить к 1 апреля, Дню смеха. Хочется верить в то, что именно с открытием такого музея появятся солнечные улыбки у детей, у взрослых. И, естественно, будет теплее, солнечное на земле. А если мы будем уметь так как у него улыбаться, при любой ситуации, и хорошо шутить, по-доброму шутить, то, наверное, у нас будут праздники веселья каждый день. О том, что 1 апреля в совхозе имени Ленина такой праздник получился, говорили и дети, и взрослые. Во-первых, очень красиво. Во-вторых, очень стильно. А в-третьих, конечно, я это вижу впервые. Чтобы вот столько было всего, и все связано с клоунами. Поэтому, я думаю, детям будет вообще здесь просто изумительно. Очень красиво. У меня нет слов на этого. Композитор Григорий Гладков, замеченный со своей семьей среди первых посетителей музея, тоже не сдерживал эмоций. Впечатления потрясающие, поделился он. Это уникальная выставка, конечно. Я думаю, вообще она важна даже для культуры страны нашей. Здорово, что она вот находится в Москве, можно сказать, ну, на границе Москвы-Подмосковья. Вот детям это страшно интересно. И мне не меньше. То есть чувствуешь себя большим ребенком. Для свидетелей исторического события в первую очередь детей был подготовлен еще один сюрприз. Цирковые номера, где главными артистами были четвероногие друзья. А на память об этом дне ребята получили своих клоунов с конфетами. Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.